Всем привет! Привет, ребят, кто присоединяется. Сегодня такой коротенький эфир сделаем, а то у меня что-то ребенок приболел. У нас сегодня тема по сыроедению, да? Сейчас я посмотрю, как она у нас. Сыроедение – это опасно. Так, давайте еще минуточек, наверное, пять, пока присоединяются. Вот, я быстренько расскажу, что у нас планируется. Привет, Дашенька. У нас сейчас идет с ребятами в закрытом клубе «Марафон». Он на две с половиной недели. Первая неделя у нас была подготовки, такой на лайте. Вот, сейчас у нас сегодня ребята уже зашли на сухие дни. Но некоторые уже с самого начала. Некоторые уже кто-то два дня, кто-то восемь дней. И у нас различные темы там проходят. Тема по зубам, тема почему выходим с сухих дней, тема секса будет. Если кому-то интересно, то присоединяйтесь. Присоединиться можно в любое время. Потому что все эфиры в записях. Вы можете, если что, посмотреть. Они вам помогут самостоятельно, индивидуально зайти. Без нас. Тоже группа, получается. Потому что у нас ребята общаются в Телеграме. И в Телеграме там 24 на 7 они поддерживают друг друга. И это тоже очень здорово. В Телеграме это абсолютно бесплатный наш еще один источник информации. Поэтому можете подключиться туда, посмотреть, какая у нас там атмосфера, насколько вам понравится. И после этого можете зайти, например, в клуб. Либо марафон какой-то пройти. Потому что сейчас начался марафон. У нас возможности меня. Такой своеобразный тоже. С одной стороны получается. И следующий марафон будет по депривации сна. Достаточно глубокий. Если кто-то хочет, то еще есть у вас время присоединиться. Он начнется через 4 дня, по-моему. Через 5. И еще бы тоже хотела, ребята, добавить, что, не знаю, состоится у них или нет. Меня пригласили на Вильдрусью на слет. Сыроеды автонома. И я выкладывала пост. Я не знаю, он еще есть или нет. Я его повторю. Но я знаю точно, что ВКонтакте есть у ребят пост. Они в Инстаграме не выкладывали. Если кому-то интересно, то тоже можете присоединиться. У них там, по-моему, на 3 или на 4 дня. Но я туда поеду только на один день. То есть дать лекцию. То есть у меня будет, получается, практически день. Я дам лекцию с ребятами, устроим депривацию сна. Попрактикуем, что это такое. И на следующий день я уеду. Будет там тоже несколько мастеров. Кто, я не знаю, кто будет. Я знаю, что там будет еще Илья с Португалией. А кто еще? Ребят других я не знаю, к сожалению. Поэтому, если интересно, тоже присоединяйтесь. И, конечно же, присоединяйтесь к нашему детокс-марафону. Который будет в Сочи 14 февраля. Начало. Очень всех ждем. Там будем 5 часов. Вы вообще будете только в нашем поле. Он будет такой на лайте. На лайте по еде. Но психику мы будем все-таки там тоже хорошо. Достаточно прокачивать. Это очень важно. Поэтому, у кого есть возможности приехать, ребят, приезжайте. Познакомимся с вами вживую. Увидите, как оно бывает, когда находишься непосредственно с человеком. Это абсолютно другие. Другое все. Где-то вот это будет в Сочи. Но отель мы до сих пор выбираем. Потому что тот отель, в который мы хотели изначально поехать. Ну, знаете, как это все бывает? Коммерция. То есть, они нам сначала одно сказали. Сейчас подгоняют, хотят другое. Хотят максимум, чтобы там оплата была. Но у нас нет столько денег, чтобы самостоятельно выкупить для тех людей, которые еще даже не оплатили. Вот. Поэтому мы смотрим, какое отношение. Возможно, вернемся в старый отель. Не знаю. А Вильдрусия... Сейчас я скажу, если я... У меня вот нет этой информации. Здесь просто написано. Нашем слете сыроедов и праноедов в Вильдрусии. А где это конкретно, я не могу сказать. Но я выложу еще раз пост, который был. И выложу контакты, по которым вы можете созвониться и спросить, кто это мероприятие делает. У организаторов все вот эти вопросы задать. Я даже не знаю, что такое. В Вильдрусия ни разу там не была. Поэтому ничего сказать не могу. Это ты у нас, местный житель, знаешь там все эти края. Тебе ты, конечно, скажешь, ты сразу же понятно. А здесь это все ясно. Я нет. Как бы немножечко не в курсе. Ребят, давайте с вами поговорим о сыроедении. Почему я выбрала именно такую тему, что сыроедение – это опасно. Сыроедение – это опасно точно так же, как и малоедение. Точно так же, как и мясоедение. И вегетарианство, и веганство. Каждый вид питания, если к нему подходить бездумно, то он будет опасен. И это нужно очень четко понимать. Опасен в какой степени? Когда вы переходите на сыроедение, вам нужно понимать, в каком состоянии у вас находится организм на данный момент. Что вы хотите в дальнейшем. Что сейчас вы можете предложить для самого себя. Это очень важно. Чтобы вы, переходя с одного вида питания на другой вид питания, чтобы вы не просто начали кушать вкусные сыроедческие салатики, супчики и какие-то еще блюда, которые действительно бывают невероятно вкусными. Наверное, я их не пробовала. У меня было скудное сыроедение. У меня получилось так. Но то, что готовят ребята, то, что они мне скидывают, какие рецепты, чтобы я их опубликовала в клубе, это просто невероятно, это шедевры. Но на таких шедеврах долго сидеть нельзя. Вы должны четко понимать, что если мы переходим на сыроедение, то вот эти вот все изысканные блюда, они должны быть только на первых стадиях вашего сыроедения. Почему на первых стадиях? Потому что первая стадия – это тогда, когда мозг тебе просит вернуться. Когда он говорит, пойдем, там вкус неба, там пицца, там супчики, там, я не знаю, там еще какие-то блюда, которых здесь нет. Здесь все есть, вы можете приготовить это все абсолютно в домашних условиях. Это очень важно. И если мы начинаем питаться очень длительное время такими изысканными сыроедческими блюдами, то мы, я бы даже сказала, немножечко губимся в организм. Потому что на этом сыроедческом питании очень легко, во-первых, набрать лишние килограммы, которые будут недостаточно приятные, потому что они достаточно долго будут сходить. Почему? Потому что во всяких сыроедческих конфетках, тортиках, каких-то еще блюдах такие, которые прям очень-очень вкусные, очень много ингредиентов используются, которые идут не... Они как бы облегчают питание, конечно, но они идут не столько даже в каком-то периоде, не столько на смену формирования нового клеточного... каркаса новых клеток, которые, мы знаем, что они меняются каждое мгновение в течение семи лет у человека абсолютно новый. То есть он не такой, какой был семь лет назад. Почему говорят, что каждый переход, он через семь лет ты можешь сказать, что ты вот стал им. То есть если ты переходишь на сыроедческое питание, если у тебя семь лет без срывов, то ты можешь четко сказать, что я сыроед. Точно так же, наверное, и с автономом. После семи лет без подъедания ты можешь сказать, что ты автоном. Наверное, так. Но мне бы, конечно, хотелось посмотреть, как это будет через два года, потому что я знаю, что сознание через два года полного отсутствия еды и пищи, пищи и жидкости, оно полностью меняет сознание. То есть то, что у меня сейчас, это только цветочки. Неправильное сыроедение может и очень часто приводит к потере волос. Очень часто приводит к тому, что волосы начинают быть тусклыми. То есть на первых стадиях сыроедения вы все такие, вау, как это все здорово, как красиво. Весь начинаешь светиться, но потом у тебя начинается вот эта вот сонливость. Потом ты начинаешь себя чувствовать разбитым, еще как-то. И вместо того, чтобы нам подкорректировать свое питание, мы начинаем дальше идти, думая, что как бы это все чистка. Чистка, она идет. Но мы должны все больше и больше начинать чиститься. То есть мы должны добавлять, облегчать свое питание, добавлять какие-то новые ингредиенты, либо поиграться со своим меню. Это очень важно. По моим ощущениям, чисто вареная греча гораздо легче переносится телом, чем сыроедческая мишанина в виде тортиков и прочего в сыроедном кафе. Абсолютно согласна. Именно поэтому мы говорим, что нужно настолько делать это все с умом. Если вы хотите вот этих вот очень вкусных блюд, они должны быть в вашем рационе крайне редко. Либо вообще потом убираем. Нужно понимать, к чему вы идете. Облегчение питания, наверное, это не просто излечение от каких-то заболеваний. Это должен быть ваш образ жизни. Вы должны менять как свое мышление, так и вообще свою жизнь в этом направлении. Потому что как только мы возвращаемся к какой-то более неправильной еде, наши заболевания возвращаются. Вот мне сейчас девочка, тоже вот с ней у нас идут консультации. То есть она точно так же, у нее был артрит. Она облегчила свое питание, забыла про этот артрит. А сейчас после срывов опять у нее вернулся артрит. Когда мы возвращаемся на обратное питание, это нормально, что наши болезни возвращаются. Потому что что такое болезнь? Болезнь — это наше мышление. Если мы своим мышлением смогли вернуться обратно на ту стадию, с которой ушли, то есть мы мышлением перевернулись обратно, то и болезнь, конечно же, пришла к нам снова. Она вернулась, потому что мы пошли в ту точку отправную, от которой ушли. Очень часто бывает на сыроедении, особенно на фруктоедении, когда сыпятся зубы. Просто безумно сыпятся зубы. Слазит эмаль прям. Мне показывали снимки, она прям такая ощущение, что она стекает. И это тоже имеет место быть, потому что неправильный уход за полостью рта. На каждом виде питания должен быть свой индивидуальный, своя индивидуальная гигиена полости рта. Это обязательно. Если оно на варенке, получается, должны мы ухаживать за полостью рта по одному, на сыроедении по другому, на фруктоедении по третьему. И когда мы убираем питание, там тоже есть уход полости рта. И оно абсолютно другое, оно отличается. Если будет интересно, если будут вопросы и запросы по поводу, как ухаживать за полостью рта на сыроедическом питании, то мы можем сделать на следующей неделе эфир, именно захватив вот этот аспект по зубам. Чтобы было понимание, как не только сохранить свои зубки, но и сделать их более сильными. Потому как, когда мы выходим на новый уровень питания, то, конечно же, у нас они должны укрепляться. Мы же идём за новым здоровьем, за более сильным, за лёгкостью, но никак не в те моменты, когда чувствуем себя отвратительно, уставшие, выглядим тоже не очень прилично, и когда у нас волосы просто валятся горстями. Потому что бывает, что моешь голову, берёшь и снимаешь просто колок волос. Это достаточно тяжёлая психологическая ситуация. Это не только потому, что это некрасиво, но и это действительно очень страшно. Потому что такое ощущение, что у тебя болезнь, она переквалифицировалась во что-то иное. И это не очень приятно. Поэтому здесь нужно очень чётко понимать, как ухаживать за телом, как ухаживать за ногтями в эти периоды, как ухаживать за волосами, за зубами, за кожей. И какие тренировки на сыроедном питании более актуальны. Потому что для... Не то, что даже более актуальны, вы, конечно же, для себя выберете. Но какие-то рекомендации вы всё равно хочется, вам, наверное, придерживать, либо попробовать на себе, насколько вам это подходит. И почему, например, на всеедении лучше вот этим заниматься, а на сыроедении, на малоедении, на моноедении, на моносыроедении лучше своё тело вот иным способом поддерживать. И это тоже очень важно. Потому что, чтобы не было такого, что переставая изнашивать себя какой-либо едой, достаточно тяжёлой, мы продолжаем изнашивать себя, то есть из внутреннего изнашивания мы переключаемся на внешнее изнашивание. Когда спорт и достаточно тяжёлый спорт занимают очень много времени, когда тело не успевает восстанавливаться, это тоже очень важно. Вот. Ребят, задавайте вопросы. Я с огромным удовольствием поотвечаю на них. Я сейчас посмотрю, есть ли вопросы у нас на Ютубе. Нет, на Ютубе пока у нас вопросов нет. Поэтому, если здесь есть, то задавайте всё, что касается... Любые вопросы можно, но если есть то, что касаемо сыроедения, то я, конечно же, с удовольствием отвечу. И, ребята, что касаемо на сыроедении любых орешков, семечек, то это тоже отдельный аспект, потому что многие не понимают, что такое орехи на сыроедении. То есть на каком-то этапе они точно так же поддерживают вас, и они играют определенную роль, когда вы занимаетесь физическими упражнениями, такими, как в зале накачка мышц. Но во всех других способах бобовые орехи, семечки некоторые, они достаточно тяжелые, и тоже нужно с ними быть очень-очень аккуратным. Почему со временем начинаешь набирать вес даже на сыроедении? Потому что организм привыкает к этому расходу калорий, организм привыкает к этому, наверное, калоражу, и если у тебя оно разбросанное, питание, то из фруктов вот эта фруктоза, она начинает на поджелудочную железу, так ее хорошенечко будоражить, и наш гормональный фон начинает скакать. Наш гормональный фон начинает скакать, и он либо идет в одно направление, это когда ты меняешь свою физическую активность, что-то меняешь, что-то добавляешь, либо что-то убираешь, наоборот, либо это должно быть к облегчению питания. То есть мы не можем стоять на месте. Стоять на месте – это всегда идти вниз. Все вокруг нас движется. И если мы себе выбрали вот именно тот, ту форму питания, которая нам наиболее подходит, но в какой-то период мы чувствуем, что это не то, нужно его пересматривать, потому что очень много сыроедов, которых я знаю, которые сыроедят более 12 лет, они в отличной физической форме, они отлично выглядят, потому как они очень четко, у них составлен рацион, и они очень четко знают, как планировать свое потребление, чего бы то ни было. И они либо добавляют что-то, либо убирают. У нас очень часто такое есть, наверное, убеждение уже, даже непонимание, убеждение, что на сыроедении нужно убирать воду. Не всегда на сыроедении нужно убирать воду. Может быть, даже говорить не столько о воде, сколько о жидкости, она должна быть в виде либо соков, либо травок. Но про травы я уже вам говорила, что они должны быть очень легкими. Потому что у нас даже некоторые сыроедческие продукты телу нужно помогать выводить. Потому что если некоторые люди употребляют еще в салатиках, например, лук, чеснок и какие-то вот такие достаточно тяжелые продукты, то на определенном этапе организму очень сложно их выводить. На первых стадиях сыроедения их исключать я бы даже не рекомендовала, потому что они очень важны. С перехода более тяжелого питания лук и чеснок очень даже сыграют вам положительную роль. Но потом от него лучше уходить. И если вы чувствуете, что у вас, например, есть какие-то тромбы в вашем теле, на сыроедении они не рассасываются. То есть это венки, это варикозное расширение вен, или еще что-то. То здесь очень четко нужно понимать, что перед тем, как кушать, вы должны прочистить свои сосуды какой-либо жидкостью. И про эти жидкости я очень часто рассказываю в клубе. Здесь я, наверное, не буду прям такие рецепты давать, чтобы все они начали применять на себе, потому что это не всем подходит. И здесь жидкость нужна. Нужно четко понимать, откуда, когда и что нужно делать с жидкостью, которая есть, и нужно ли ее применение или нет. Ох, сколько вопросов. Так, пойдемте по вопросам. Наталья. Привет, Светланочка. У меня сейчас так с волосами. Был период, вроде волосы вылазить, как только прекратили. Это при том, что у меня ушла практически еда. Вода осталась пока, но пару лет с едой и нет. С едой и нет. Не сплю, делаю очищение. Смотрите, с едой. Нужно понимать, какая еда. Это очень важно. Если у вас уже настолько легкое питание, если вы настолько облегчились, то нужно четко понимать, какая еда сейчас присутствует. Потому что еще один очень важный момент. Мы все любим смотреть, какой фрукт, какой овощ, какая зелень, для чего она нужна, какие полезные вещества содержатся в ней. И после этого мы с огромным удовольствием, с огромной благостью это принимаем. Но мы никогда не смотрим, какой продукт нейтрализует еще другой. Есть фрукты, есть овощи, есть зелень, которые очень большой спектр, и они действительно очень замечательны. Но в соотношении с другой зеленью, зелень с зеленью, зелень с овощью, фрукты с фруктами, неважно. Есть такое, что один компонент нейтрализует другой компонент при сочетании друг с другом. Мы это почему-то не учитываем, и поэтому получаем вот такие вот, бывает, что негативные отголоски от нашего организма. Это очень важный момент, и мы его обязательно должны учитывать. Как понять правильное сыроедение, Жанна? Правильное сыроедение, Жанна, это то сыроедение, когда мы на определенном этапе при заходе на сыроедение мы можем просто есть салатики, супчики, там, не знаю, там, сыроедческие пиццы. Любые свои блюда, которые нам хочется, они могут быть просто изощренными и такие настолько вкусными, что нам даже не хочется возвращаться на обычную еду, потому что здесь это просто шикарные блюда. Но на каком-то этапе нам нужно это облегчать. То есть, если мы говорим о сыроедении, то нам нужно четко понимать, что мы в первой половине едим, что во второй половине дня едим, какие мы продукты смешиваем, а какие мы едим моно. При смешивании на одной стадии должно быть уже не более пяти ингредиентов, то есть масло и зелень, это тоже считается ингредиентом. Чем дальше идем, потом мы убираем, и должно быть не более трех ингредиентов, и потом постепенно мы должны переходить на моно. Если мы не переходим на моно, то мы должны очень четко понимать, как наше тело действует на ту еду, которую мы кушаем. То есть, у нас обязательно должны быть разгрузочные дни, так их назовем, когда мы полностью убираем еду, чтобы наш организм, вот те остатки, которые в нас есть, он их вычистился, чтобы как бы перезагрузился, это очень важно. И на каждом этапе мы идем глубже-глубже в познание себя, это очень-очень важно. Потому что мы, когда маленькие, начинаем есть пюре с котлеткой там и закусывать хлебушком, мы не толстеем. Мы свою энергию с огромным удовольствием растрачиваем на бег, на прыгание, на лазание, на изучение этого мира. Но, например, взять там после сорока, если мы съедим в это же время пюре с котлеткой и отполируем это все кусочком хлеба, то мы даже встать из-за стола не всегда можем. Мы просто плюхаемся перед телевизором, перед сериалом, потому что нет этой энергии. Эта еда нам уже не подходит. На этом уровне нашего развития эта еда уже не для нас. Это нужно очень четко понимать. Светлана, что думаете о питании только не сладкими плодами? Не сладкими плодами – это овощи, наверное. Тут нужно понимать именно, во-первых, какие-то плоды. Если мы больше говорим об овощах, то здесь тоже многие начинают говорить, что фруктоедение – это вообще такой этап, который не всегда нам нужен, что овощи более безопасны. я бы, наверное, так не сказала. Все-таки, вот как я чувствую, все, что у нас зреет и под постоянным наблюдением солнышка, это более заряжено иными вибрациями еда. Все, что у нас внутри, в земле, оно нам дано для излечения чего-либо. Это не должно быть как постоянный рацион нашего питания. Это я так вижу, это я так чувствую на данном этапе. Кстати, много очень волос теряла ежедневно, но растут новые, вижу, и много на смену. Но уже в режиме «не еды» получается. Да, есть такое. Так, ревер. Все, что предлагается, предлагается хитроумная уловка, автономия, не поняла. А через восемь лет не получилось, значит, не так. Ложь, вранье, неужели настолько... Понятно. Все, ребят, пробуйте на себе. Еще раз говорю, все, что я говорю, это только я делюсь своим опытом, своим познанием, то, что я вижу на данный момент. Если вы видите не так, это не значит, что я права, а вы нет, либо наоборот. Вы видите себя и пробуйте. Возможно, вам подойдет что-то другое. И если вы поделитесь, то это будет здорово. Светочка, еду не хочется совсем. Без еды тело совсем другое. Комфортно без еды. Раз в неделю пробую что-то и очищение. И опять не ем. Но пью воду, пока раньше была сыроедом. Если хочется пить воду, пока не исключайте. То есть вода через силу исключаться не должна. Вода – это не привычка. Когда у нас не вырабатывается своя вода на данном этапе какого-то строительства нашего тела, то если вы убираете жидкость, то у вас пойдет с таким скрипом. То есть вода вам нужна для вычищения того, что не нужно для вашего тела. Поэтому смотрите. Если вы чувствуете, что вы не хотите пить, но как привычка, потому что у вас стоит красивый какой-нибудь графин, либо кто-то делает сок, а вам вроде бы и не хочется пить, не пейте. Очень нужно чувствовать себя. Очень хорошо, когда люди начинают питаться вот этим вот интуитивным питанием. Мне кажется, это очень здорово, если кто-то перешел вот на эту форму питания. Просто интуитивное питание подразумевает, что это всеедение. Я, конечно же, против мясных продуктов, либо булочных и молочных. Поэтому здесь такой спорный вопрос. Но если совместить сыроедение и интуитивное питание, мне кажется, вот это будет великолепно. Но воду убрать через силу, жидкость убрать через силу, наверное, это не совсем правильно. На сухие длительные не получается показывать. Ничего страшного. Так, давайте здесь еще посмотрю. Чай можно пить постоянно. Чай можно пить постоянно. Но смотрите, смотря что вы подразумеваете под словом чай. Если мы говорим сама заварка, как таковая, она ничего полезного особо не приносит. тем более та, которая доезжает до нас, я бы даже не совсем ее бы рекомендовала. А вот травяные чаи на каких-то этапах очень даже полезны. Но очень нужно понимать очень четко. Вот я сегодня даже общалась с биологом, и мы разговаривали с ней о травах. Она очень много изучала всякие, очень много лет изучает всякие травки. И когда она говорит, вот у меня там такие-то сборы, такие-то всего, и там очень-очень много трав. И когда мы с ней начали обсуждать, что мое мнение такое, что должно быть не более трех травок в одном сосуде, в одном заварнике, в одном чае, не больше трех травок. Потому как излечить все болезни одним чаем, это невозможно. Здесь смотрите, какие аспекты идут. Во-первых, одна трава, какая бы она великолепная ни была, у нее всегда есть то наполнение, что она нейтрализует какую-либо другую траву, которая тоже великолепная сама по себе. И если у нас таких много смешательств, разных травок в одном сосуде, то бывает даже, доходит до того, что дается негативная реакция от многих трав, которые недостаточно хорошо на нас действуют. Я так мягко говорю, да? Это первый момент. Второй момент, если мы кладем одну траву и у нее спектр действия просто шикарный, просто огромный, она лечит и одно, и второе, и третье, и пятое, вторую такую же траву положили, двадцать вторую такую же траву положили, и мы начинаем выпивать, и наш организм, наши органы, они в таком замешательстве, что они даже не понимают, а что сейчас, мы свои силы на что должны сейчас кинуть, на излечение, на выведение шлаков из какого органа. И настолько вот это вот получается бардак внутри нас, который мы снаружи даже не замечаем, что это тоже нужно учитывать. поэтому если мы говорим о чьях, то это не более три травы, которые должны быть в одном заварнике, в одном чайнике, в одном сосуде, и они должны быть в таких микродозах, чтобы они именно те полезные вещества отдали вам, те эфирные масла отдали вам с благостью, не чтобы вы столько набухали этой травы, что у нас организм не смог вывести все, что не нужно наружу, чтобы у нас не оседало это на органах, как ненужная пыль, и это будет поддавливать, это будет через какое-то время это будет еще хуже, то есть если вы, например, лечите почки, и... Плохо, это не очень хорошо, ну ладно, потом посмотрим, пока спит, не ходи к ним. Оставь, таково. Вот, поэтому прежде чем... Так, я говорила, что если, например, там много-много какой-то травы вы завариваете, запариваете, да, и она такая становится прям ядреная, например, для почки, да, и вот если вы выпейте такую слабенькую, нежненькую травку, то эти почки, они как бы получат через себя пропустят, и они постепенно с такой благостью начнут очищаться. Если вы ядреную заварите, то тогда там будет просто внутренний взрыв, она не поймет, что делать, и эти эфирные масла, они как бы покроют вот это вот, как изнутри, так и вот эту вот почку, и эти эфирные масла, чтобы потом вывести, которые вы хотели полечить, вам нужно будет дополнительно пить воду, чтобы вообще вывести то, что вот это вот осело, что оно не может ни туда, ни сюда пройти. А если вы воду не пьете, а пьете постоянно вот такие вот чаи, то это очень плохо для вашего организма. Просто дело в том, что то, что мы потребляем внутрь, мы очень часто не чувствуем, что происходит с нашим организмом. Мы чувствуем уже только на той стадии, когда у нас уже настолько мы выходит это из нас, какие-то прыщи, болячки, болезни, когда мы даже не можем спокойно двигаться, потому что у нас уже все скрипит, и когда уже вот в такой степени мы начинаем ощущать, там у нас уже полный бардак. Поэтому очень аккуратно с чаем. Света, давление на сухих. Если в обычном режиме пью препараты для снижения, как быть? Давление на сухих. Давление, если высокое на сухих, смотрите, во-первых, когда давление, нужно, ребят, сразу же убирать соль, если кто-то еще употребляет. Потом давление еще очень хорошо снижается. Во-первых, тмин с кориандром попейте. Он вашу кровь приведет в то состояние, в которое будет комфортно для ваших клапанов на сердце. Оно будет именно той плотности, той вязкости, которая нужна именно вам. Тмин с кориандром очень хорошо для гипертоников в том числе. И, конечно же, не забываем максимум двигаться, потому что, когда мы двигаемся, у нас кровь приобретает тоже абсолютно другое свое свойство. Оно насыщается и наполняется теми веществами, которые мы можем захватить через кислород. Это очень важно. И, конечно же, ходьба на пяточках. Когда мы ходим на пяточках, у нас идет, я уже говорила, вибрация по всему телу, и наши сосуды, наши венки естественным образом начинают вибрировать, и как будто бы мы начинаем болтать эту кровь и разжижать в тех местах, в которых она уже подсгустела. Потому что у нас кровь, она не вся густеет полностью во всем организме. У нас она в каком-то месте более густая, в другом она жидкая, в третьем она вообще уже скапливается к тому, чтобы вот этот тромбик образовать. Поэтому это очень важно. Когда мы начинаем ходить на пяточках, у нас все тело начинает вибрировать в едином, в единой манере. То есть она начинается, если мы чем-то одним занимаемся, то у нас идет на какую-то группу мышц определенное свое... Господи, все, сижу, думаю, ребенка, никак не могу у меня альтыр, пыр, мыр. И начинается вот это вот... На одну группу мышц, когда действуем, то, конечно же, у нас одна группа мышц. Что происходит, когда мы ходим на пяточках? Во-первых, когда мы ходим на пяточках, у нас наш костный корсет, он максимально собранный, потому что мы себя держим, чтобы не завалиться в какую-либо сторону. Во-вторых, мы когда ходим, и вот в этом вот напряжении, потому что оно получается у нас единое напряжение, мы как напрягаем шею, чтобы голова у нас не болталась, точно так же, с такой же силой мы напрягаем ручки, чтобы они у нас вот так вот не... Ножки, спинку, все у нас идет в едином напряжении, только когда мы ходим на пяточках. Во всех других своих физических каких-то движениях у нас каждая группа мышц напряжена по-разному. То есть, если мы обычно ходим, то у нас руки, как правило, напряжены с одной статикой, ноги с другой, голова, шея с третьей. Вот. И получается, это у нас такой немножечко разнобой, который тоже полезен, но в определенных стадиях. Когда мы ходим на пяточках, у нас единая структура получается. И вот эта вот вибрация, которая идет, она идет тоже единая по всему телу. Это очень важно. Поэтому у кого варикозное расширение вен, у кого тромбы очень достаточно такие, бывает прямо до шишечек, у кого гипертония, у кого вот какие-то головные боли, это очень важно. И вообще, в принципе, ходьба на пяточках, там нужно уделить хотя бы пять минут в день. Это не так много, просто про это нужно не забывать. Потому на предыдущем эфире, я не помню, на открытом, либо в клубе, девочка написала, что у мужа были такие достаточно большие шишки на ногах. И он вот ходил, по-моему, две недели на пяточках, и эти шишки у него рассосались. Это как бы тоже большой такой показатель. Поэтому, ребят, самое главное, не забываем это делать. Это все ваше здоровье. Ваше здоровье никто никогда не поправит, кроме вас самих. Абсолютно согласна про выведение продуктов распада на сыроедение. Так, 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 так. На сыроедении некомфортно холодить тело. Тело холодит на сыроедении, потому что у вас на сегодняшний день неправильно, вы неправильно для себя подобрали активность. И на сыроедении холодит, это вам нужно начинать для начала контрастный душ и постепенно вводить в свою жизнь холодную воду. Только при холодном климате, при холодной воде мы можем согреться. Если мы начинаем греться, если нам холодно, мы начинаем греться носочками, теплыми пижамками, теплой ванной, теплым душем, то это будет, во-первых, очень-очень временно, а во-вторых, наш организм будет четко понимать, что мне не нужно разогревать тело изнутри, потому что снаружи, как только я перестаю делать свои функции, снаружи меня начинают греть. Поэтому я это делать не буду. И если вам постоянно холодно, то это не есть хорошо. То есть ваш организм работает не на полную. И наши все болезнетворные бактерии, которые уходят, то есть одни заболевания, которые внутри нас, они уходят от холода, другие заболевания уходят от жары. То есть у нас есть разные внутри разные аспекты заболевания, которые уходят из нашего организма под разным восприятием теплового климата внутри нас. Наверное, очень часто многие замечали, что на сыроедении либо, ну давайте возьмем на сухих днях, на сухом дне бывает такое, что жарит все время либо с какого-то дня, а бывает, что холодно. И если вам вас в жар бросать, либо в холод, это и то, и то нормально. Значит у вас из вашего внутреннего мира, из внутри, из организма выходят именно те ненужные компоненты, ненужные ваши больные какие-то клеточки, которые уходят под воздействием именно вот этого. Потому как некоторые говорят, вот я все время был на сыроедении, мне все время было жарко, на сухих днях мне все время было жарко, а в этот раз зашел и прям постоянно мерзну, не могу согреться. Это тоже нормально, значит у вас на сегодняшний день работает абсолютно другая группа внутри вас на выведение тех токсинов, которые вам не нужны. Поэтому если холодно на сыроедении, значит меняйте что-то в вашем образе жизни это очень важно. Если пятки пяточки, то гипертония должна быть свето-контрастный душ тоже с головой, то есть и горячей водой голову поливать надо, как и холодной. Да, все все процедуры желательно делать именно с головой. Потому что еще раз повторюсь, что такое, почему контрастный душ, он же не, он нужен для наших сосудов. Мы не можем вот до суда сосуды расширять и сужать, расширять и сужать, а здесь они будут в одном и том же состоянии. То есть здесь у нас после этого скорее всего будет болеть голова, может быть не сейчас, может быть через какое-то определенное время, когда пройдет это накопление того, что здесь циркулировать кровь будет не так. В наши микрососудики, в наше ответвление забьется та кровь, которая, например, здесь вот вы расширили сосуды и она потекла, потекла, потом раз, сузили, и куда она потечет? Она потечет там, где тот же уровень окружности вот этих сосудов, то есть она потечет в голову, и это достаточно неприятное ощущение, поэтому если мы делаем контрастный душ, либо если мы принимаем холодные ванны, то мы это всегда делаем с головой, это обязательно, и даже если кто-то купается, например, моржует, да, это тоже нужно делать обязательно с головой, это обязательно, да, в ближайшее время, когда можно сделать сухое голодание, когда хотите, когда вы готовы, я, ребят, никогда не ориентируясь по дням, вот, эко-даши, там, еще что-то, я даже не знаю, что это такое, если честно, поэтому я всегда интуитивно, и смотрите, если вы заходите на сухой голод в дни эко-даши, либо еще чего-то там, когда пишут, что вот сейчас это очень благоприятное время заходить, и если у вас вся вокруг обстановка вам говорит, что не время по каким-либо причинам, какие-то сейчас решаете задачи, кто-то приехал из родственников, там еще что-то, любой какой-то фактор, он вас выстегнет, какие бы эко-даши не были, но если вы заходите в благости, а если еще вы поддерживаете общение со своими единомышленниками, вам будет без разницы, в какой день заходить, вы будете настолько легко идти, без разницы, какой это лунный день, вот, поэтому если вы готовы морально и физически, то значит нужно заходить, если вы чувствуете, что вы не готовы по каким-то причинам, то тогда задайте себе вопрос, почему не готовы, почему мне нужно находиться в еде эти дни, чтобы что, это тоже очень важно, когда вы сами с собой разговариваете по этой теме, здравствуйте, Светлана, отлично выглядят, вы говорили, что избавились от астмы, вам сейчас легко дышать, просто когда вещаете, слух улавливает ваше нелегкое дыхание, слышится тяжесть, как у астматиков, ну, ребят, мне, я сейчас, да, мне сейчас легко дышать, но слышится, но возможно какие-то, какой-то микрофон, то есть когда со мной люди напрямую общаются, то скорее всего такого нет, я не знаю, может быть вам слышится, может быть кому-то слышится, не могу вам сказать на это, потому что у меня, я на каждом эфире в любом случае раз, несмотря как свет падает, мне кто-то говорит, что-то опухшее, отекшее, там глаза впалые, мне очень много пишут комментариев, там посмотрите, как у нее там раздулся нос, значит она поела мясо, посмотрите там еще что-то, то есть я к таким комментариям привыкла, это уже как, не знаю, возможно так слышно, да, слышно, что вам тяжело дышать, ну не знаю, ребят, может быть, может быть так, ну это как бы по жизни это не так, может быть так вот слышится, вот воспринимается микрофоном, по-другому сказать не могу, Добрый вечер, скажите, возможно ли регенерировать сустав с помощью такой практики, в конкретном случае это забедренный сустав, Дмитрий, это нужно смотреть, я полностью уверена, что наше тело, оно может абсолютно все, и на сегодняшний день очень четко в жизни светом нормально дышит, да, Дашенька видела меня вживую, вот, и так вот, да, камера, она искажает, это нормально, я могу сказать, что наше тело полностью готово себя излечить, это я абсолютно в этом уверена, потому что, когда люди приходят с такими достаточно тяжелыми заболеваниями, и они у них на какой-то на седьмой день, на пятый день, либо через какой-то промежуток времени работы именно с головой уходят очень сложные заболевания, то, конечно же, понятно, что тело начинает самоизлечение, но это нужно работать не только физикой, но и психикой, нужно понимать, почему у вас это болезнь, для чего вы ее себе притянули, чтобы что узнать о себе, чтобы сделать какие выводы в своем жизненном пути, это очень важно. Светлана прямо начала смеяться, вспомнила, какие комплименты мне дарили подруги. Ага. Да. Наше тело самовосстанавливающаяся система, да, оно уникально, только мы этой уникальности почему-то не видим и не замечаем, к сожалению. Поэтому это очень важно. Ребят, мы с вами уже практически час проболтали. Если есть вопросы, задавайте, я на них отвечу. Если нет вопросов, то я буду заканчивать, потому что у нас так, эфир заканчивается, да, потому что сейчас в 20 часов у нас будет еще эфир, вопрос-ответ в клубе. Ребята, сегодня кто-то на первом дне, кто-то на седьмом, на восьмом. Спасибо за сердечки. Мне очень нравится, Светлана, как вы выглядите, очень классно. Спасибо. Ваши волосы прекрасно. Спасибо огромное. Да, кстати, когда мы встретились с Римой, когда она меня увидела вживую, она тоже не ожидала, что я такая, потому что, говорит, на камере ты вообще абсолютно другая. Ничего поздно, забывательного болезни нет, она не нужна совсем. Если вам не нужна, то значит, у вас ее нет. Жду вопрос-ответ. Да, это будет в клубе. Сейчас переходим туда, через 4 минутки. есть знакомая женщина, моржишка. Много лет купается без погружения с головой, по 10-15 минут плавает. Мне это тоже странно, но такое тоже бывает. Бывает. Все бывает. Я же говорю тот опыт только, какой у меня, что я чувствую. Если кто-то чувствует, что у него нормально, то здорово. Но очень бы хорошо было встретиться вот с такой женщиной лет через 150, чтобы она так же купалась. И тогда мы можем сказать, да, это действительно клево. А то, что мы говорим, что вот она с какое-то время купается, а там через 10 лет это не выстрелит, либо через 15, это вот уже другой вопрос. Вы чувствуете бесконечную энергию или ее нужно черпать? Мои есть энергии. Просто на еде мы воспринимаем энергию вообще по-другому, поэтому о разных вещах бывает, что говорим. Чтобы выйти на автономию, возможно ли жить в мегаполисе? Конечно. А где еще? Ребят, если вы уходите куда-то в горы, вернувшись обратно, как вы будете существовать? А вы где живете? Я живу в городе. Да, будто мы виделись раньше в реале. Так, в Москве. Я не в Москве живу, если это мне вопрос. Света живет в Краснодарском крае, да. Люблю. Я тоже тебя люблю. Сердечки тебе огромные посылаю. Все, Коля, спасибо огромное. Цветочки я тоже люблю. Все, ребят, буду заканчивать. Все, эфир заканчивается. Я надеюсь, что я ответила. О, Машенька только присоединилась. Придется в записи посмотреть, если актуально будет для тебя. Аброр, мы тебя любим. Да, это точно. Всех обнимаю. Спасибо за ваши вопросы. Надеюсь, что вам эта информация как-то помогла. Если остались какие-то вопросы, пишите обязательно либо под видео вопросы, либо мне пишите в директ. я обязательно на них отвечу. Все, всех обнимаю. Всем спасибо. До следующего раза.